Мы в Митино. Это район Москвы, который находится за кольцевой дорогой. Но это Москва, ребята. Здесь, по-моему, метро есть. Вот, немножко дам обзорчик. Мы находимся на кровле Танхауса. Здесь Танхаусы, каскад Танхаусов. И наша задача оценить масштабы бедствия этой кровли. Сделано ремонт в декабре, но она течет. Люди не могут приступить к ремонту. Сейчас мы подскроем здесь. Так, что мы видим? Яндовая, видите? Итак, яндовая вскрыли мы кусочек, чтобы посмотреть. Посмотрите, здесь даже в апреле. Видите, я вот здесь лежал. Это говорит о том, что кровля протекает. Естественно, покрыто с нарушением. Говорили, что в декабре, зимой, перед Новым годом проводился ремонт. Все здесь было новое. Ну, как видите, обрешетка отнюдь не новая. Все заплесневелое. Утеплитель старый. Вот металлочерепица, Никмаска, М28, Северсталь, 05. Приобреталась она 29-го, 17-го. Каталась, изготавливала. Гарантия 15 лет. Ну, не самая плохая. Металлочерепица такая средненькая по качеству. 15 лет своих отстоит. По поводу пирога. Из Аспан у нас АМ. Но сделан с нарушением. Его прям накрывали на обрешетку. Вот. Причем обрешетка сделана как попало. Саморезы в разброс, в разбег. Сделаны самопроизвольно. Но видно, что обрешетку не скрывали. Видите, как она лежала, просто накинули, еще не делали. Доска старая. Это я вам... Да, из Аспан натянули, накинули по брешетке. Но фишка в том, это бесполезная вещь. Теми же саморезами, что металлочерепица, вы его уже и дырявите. Уплотнителя яндового нету поролонового проложить. Псул здесь. Потому что здесь скапливается снег, чтобы не заходил. Да, ложи. Все, закручиваю обратно, пойду дальше. Но это были цветочки. Ягодки будут сейчас. Вот такое примыкание. Причем этот ремонт делался... С кровлей уже были проблемы. Тазажей выделяло деньги по просьбам, жалобам жильцов. Вот, вложились в ремонт. Сейчас окна все практически текут, мансардные. Тут их тоже немало. Но для заправки, смотрите... С гидростеклоизола уже, видимо, рифленочка, велюксовская, уже отломалась от оклада. Вот, да, они заколхозили. Хотя, я рекомендую, да и фактически производитель, что при любом капитальном ремонте рекомендуется оклады оконные поменять. Почему? Потому что они уже... Поролончик там уже присаживается, крепеж и так далее. При любом ремонте, если вот уже там больше пяти лет кровля стояла, при замене кровли меняется и оклад. Окно остается само, циклопакет, рама. Оклад рекомендуется. Вот сейчас мы вскроем вокруг окна. Ну, здесь уже видно, что это полный швах. Металлочерепица резалась болгаркой. Это видно. Вот, в среде болгарок. Вот примыкание. Вот саморезы идут по центру. Видите, прокручены. А, это дырка. А здесь горели новый металл. Но это все видно, что из старья лепилил. А что здесь такое-то? Вась, ты царю шедевр. а вот она чё смотри кошмар здесь контру клон я я чуть не понял замысел это что такое а это дымоход это у нас пустая пена смотри это дымоход это видимо завернули что в дымоход снег не попадал это же кошмар здесь лежит глыба снега главное пену зеленый цвет покрасить это же кошмар туда ладонь влезет в эти дырки ужас смотрите контру клон стоит вода то есть реально вот здесь вот в этом месте огромная глыба еще стоит барьер на перед ней она здесь киснет течет попадает в эти между стыками в эти листы кошмар и туда затекает но это вообще смотрите я видел чудеса вот такого а там они эту еще площадку видимо она там снизу гидро стеклоизолом закатана потом об решетку забили металлочерепицу это видишь это вообще это вообще нонсенс это как и так да чем дальше влезть тем толще партизан и и живого места нет вот ребята тоже ошибка проектировать не проектировщика но людей кто здесь планирует это металлочерепица у него критический угол 15 градусов но здесь явно пологий участок сверху сверху еще наползает стоит здесь глыба киснет и из-за пруда получается и вода потом пролазит но не из глыба не падает вода залазит во все щели здесь тоже я уверен этот участок беспокоит хотя он с виду такой ровный с виду в ровно и безопасно и но на самом деле это проблема для вот профилированные кровли здесь участок надо бы фальцевым способом покрыть именно и вообще вот такие сложно сочиненные сложно сочиненные кровли такие замудренные дымоходы кучу яндов металлочерепица не любит чем проще кровли тем лучше смотри смотри чё ну это вообще это я я не знаю шедевр вот здесь стоит снег зимой голыба здесь стоит голыба сюда водичка обтекает попадает сюда саморезы нельзя крутить в эти места здесь просто кто-то чистил уже бы бахнул понятно что она течет но йог здесь уже но кто-то видим вызывали ввать феврале когда все потекло лишь что-то здесь лепили лечили лепили вот эти места по крайней мере среди коттеджного строительства я такого не встречал да это это кровля лидер хит парада в этом году мы открываем новый сезон пока это вот первое место несомненно так василий пойдем насчет вас вот эту лестницу надо убрать потом грохнется смотря она не убьет кого-нибудь снизу просто за дымоход и в от греха я не знаю кто так бросил я ветром поедет и все и почему она до сих пор не упал ним не суда ты вот за дымоход муж даже вот все в акапланке видите это верхний профессионализма прикручена наоборот то есть уклон туда вот эта планка должна быть сверху этот стык навстречу потока воды и это стыке все такие ну как подумаем сюда опа что я вижу ах вот он где запрятался вот он когда его он просто старый а уже с и уплотнитель решили они до поклад старый поставили уплотнитель но вот все старые доски утеплитель при царе гороха еще старая кошка кошка старый вот такое хозяйство они походу окно не трогали 8 а от основной не трогали да 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 обрешали климировать вот примера старая царь возле старая не даже его не внимание это я просто не помню это пергамент просто наклеили лишь этот самый сверху гидроизоляции гудбай америка все закрывать и так резюмирует дорогие друзья заявлено что полностью ремонт кровли все новое должно быть металлочерепица до вся свежая одной партии но металлочерепица то есть обрешетку старая и несущие конструкции здесь не трогали все старье на старую обрешетку а м натянули и металлочерепицу покрыли вот таков суть ремонта вот так что естественно я не называю имен потому что хотя мне клиенты просят это не в моих правилах каждый зарабатывать деньги как может и дай бог каждому я здесь ни при чем